Добрый вечер, РФТОВ, Ханука Самеах, с праздником Хануки. Сегодня 15 декабря 2020 года. Вы послушаете новости западной стены. Это будут новости шестого уровня сложности по стандартам нашего канала. Пользуясь случаем, я хочу напомнить вам, что вы можете приобрести у меня книги по изучению иврита, арабского языка, арамейского языка, идыша. Для заказа и дополнительной информации обращайтесь ко мне. Адрес электронной почты вы видите на экране. Я сначала прочитаю текст новостей, потом его разберу и кое-какие комментарии еще будут, которые не имеют отношения к ивриту. «Шелом, היום אתם שומעים חדשות של הקוטל המערבи. «Хשבוע, חברי משלחות מבחרן ואמירויות הגיעו לקוטל, «ויחד עם רבנים וצנחנים ששחררו את הקוטל, «הדליקו נרות של חנוכה. «Зאת האדמה של Алла ושל השלום», «эмер Ам-дж'ат-Та-ה מבחרן». «גם נשות הקוטל ערכו טקס הדלקת הנרות». «Аנת אופמן, שעומדת בראש הארגון, «אמרה שלצהרנו החנוכיה הממלכתית של ישראל נמצאת בעזרת הגברים. «Лנשים אין גישה לשם. «אנחנו מקוות לנס כשנשים וגברים יכולים להדליק נרות באופן שווה». «И теперь разберем. «Шалом! Здравствуйте! «Атэм шумим хадашот шелякутель амарави». «Вы слушаете новости западной стены». «Обратим внимание, слово «кутель» используется в значении «стена», но оно отличается от слова «кир». «Кир» – это «стена во всех значениях». «Мы его будем использовать в обычной речи, в любых ситуациях». «Когда мы говорим о «кутель» в Израиле, мы подразумеваем западную стену, то есть западную стену Иерусалимского храма. Изначально «кутель» – это внешняя стена. И не внешняя стена дома, а внешняя стена территории, примерно как забор в виде стены. Это «кутель». И либо, когда мы будем говорить «кутель», мы будем подразумевать западную стену, либо мы будем его использовать в устойчивых словосочетаниях. Например, «бейн котлей бейт асефер» – как бы «в стенах школы». Только в устойчивых словосочетаниях. В остальных ситуациях мы будем использовать слово «кир». На этой неделе члены делегации из Бахрейна и Эмиратов прибыли к западной стене. Кстати, часто русскоязычные в Израиле, когда говорят о западной стене, то не переводят это слово на русский язык, а просто говорят «кутель». Обратим внимание, слово «рабаним» – это «равины». В единственном числе «равв» – «равин». Во множественном числе «рабаним». Если мы не напишем здесь букву «нун», то слово это нужно будет прочитать как «рабим» – «многие». Или «равим» – «сорятся», «вступают в конфликт». «Рабаним» – это «равины». Слово «цанханим» мы переведем как «десантники» или «парашютисты» по контексту. И корень здесь, как в глаголе «цонеах». Цонеах – это «падает с высоты». Цанхан, соответственно, по схеме построения существительных определяющих качества, это человек, который умеет падать с высоты. Парашютист или десантник. Если вам не понятно было, как строится вот это слово «цанхан», я рекомендую посмотреть соответствующий материал. Ссылку я поставлю в описании к этому видео. Я сейчас об этом говорить не буду. Слово «шихреру» – глагол «пель», и у него четыре буквы в корне. И когда у «пель» в глаголе четыре буквы корня, в прошедшем времени не принято писать «юд». То есть хочется здесь написать «шихреру», но не принято писать «юд». При этом я тоже хочу подчеркнуть, что если вы вдруг напишите «юд», это не воспримется как серьезная ошибка, или вообще не воспримется как ошибка, но не принято до сих пор. Обращаем внимание, слово «нерод», слово мужского рода, свечи, «нер» – единственное число, «нерод» – исключение во множественном числе. То есть если я хочу сказать «нергадуль» – «большая свеча», во множественном числе я скажу «неродгдулим» – «большие свечи». Это земля Аллаха, или Бога, и мира. Мир имеется в виду как состояние отсутствия войны, когда без конфликтов все живут в мире. И так как это произносит «Амар Амджад Тага ми Бахрейн», сказал «Амджад Тага из Бахрейна», то слово «Алла» мы оставили здесь без перевода на иврит. Можно было сказать, например, «элоким» или «ашем», но чтобы сохранить стилистику того, кто говорит, оставлено. Смысл не меняется, потому что это единый Бог Всевышний. Идем дальше. Гамнышота котель архутекис адлокатанный рот. Также женщины котеля провели церемонию зажигания свеч. Обратим здесь внимание на слово «нышот», «нышота котель». Слово «иша» – «женщина», во множественном числе «нашим», но когда это слово, первое слово в смехуте, в сопряжении, это мы его произносим как «нышот». Можно было сказать «анашим шель окотель», «женщины котеля». Или чуть выше стиль, форма сопряжения «нышот окотель». «Арху» мы переведем как «провели». То же самое, что «асу» в простоватом языке. «Арху» – «провели». И мы знаем этот корень, нам попадался уже в слове «урехдин» – «адвокат». Тот, кто проводит суд, кто ведет суд, готовит суд. «Текис» – это не еврейское слово, церемония. И все слова здесь уже понятны. «Анат Офман» – это имя и фамилия, которая стоит во главе этой организации. «Амра» – «ше» сказала, что «К нашему сожалению». Слово «цар» – это сожаление, печаль какая-то. Например, если я скажу «ле цаари», получится «к моему сожалению». «Лецаарейну» – «к нашему сожалению». «Ханукия» – мы чувствуем здесь тот же корень, что в слове «ханука». «Ханука» – это в том числе название праздника. Но это как бы торжественное открытие чего-то, празднование новоселья. Это одна из идей этого праздника, связанная с храмом. И «ханукия» – это подсвечник особый, ханукальный подсвечник или светильник ханукальный. Слово «мемлахтит» – мы чувствуем здесь тот же корень, что в слове «мелех». «Мелех» – это царь или король по контексту мы можем перевести. «Мемлаха» – это королевство, царство, а по смыслу мы переводим как государство. И «мемлахтит» – это государственное, относящееся к официальным структурам. То есть у нас получилось, что «к нашему сожалению», государственный светильник Шелисраэль, Израиля, немцет бейзрат агварим, находится на участке мужчин. Мы знаем, что территория перед западной стеной, она поделена на участки. Участок для мужчин и участок для женщин. Обычно мы редко услышим вот это «бейзрат агварим». Обычно на слуху «бейзрат анашим» или «израт нашим». Первая ассоциация со словом «изра» – «помощь». И на самом деле не случайная такая связь. Но слово «израт нашим» происходит не от слова «изра», а от слова «азара». «Азара» – это территория, место, будем считать вспомогательное место. «Израт нашим» – это место женщин, место, где находится женщина, вспомогательное помещение для женщин. Изра так говорим, в принципе, это территория мужчин. Но еще раз я подчеркну, что мы в обычной жизни редко это услышим. Так как эти слова произносит женщина, которая из организации реформистского иудаизма, то, соответственно, там подчеркивается равноправие. Если есть помещение для женщин, то должно быть соответствующее помещение для мужчин. Его также нужно называть, поэтому они его так называют. То есть, это как основная территория имеется в виду. «Ланашим эйн гиша лишам» – «для женщин нет подхода туда». Слово «гиша» от глагола «нигаш» – «нигаш» подходит. «Гиша» как подход. Нет возможности туда подойти, получается. «Анахну мэкавот» – «ла нес» – «мы надеемся на чудо». Так как речь идет о женщинах здесь, то и окончание у глагола тоже «от» – «мы надеемся». «Анахну мэкавот» – «ла нес» – «на чудо». Обратите внимание, «ла» – «мы надеемся», «ла нес» – «на чудо». Когда женщины и мужчины могут зажигать свечи равным образом. «Офен» – это образ. «Беофен» – получается образом. Равным образом. «Шавэ» – это условно глагол «состояние». Часто это воспринимается не как глагол, а прилагательное, например, в современном языке. Равный, равноправный. Я об этом рассказывал в видео номер 8. Я сейчас рассказывать об этом не буду. Ссылка в описании к этому уроку. Кому интересно, посмотрите. А теперь то, что не имеет отношения к евриту. Я покажу на фотографии члены делегации из Бахрейна и Эмиратов. При этом, вот обращаем внимание, второй человек, который стоит слева. Я предполагаю, по головному убору, что это представитель делегации из Бахрейна. Два человека, которые справа здесь мы видим, это, скорее всего, из делегации Эмиратской. И обращаем внимание, что наши уважаемые гости находятся здесь без масок. При этом раввины, которые присутствуют, и, возможно, десантник один из них, они в масках. Должен был и присутствовал на торжественной церемонии также министр здравоохранения Юлий Эдельштейн. Но я подозреваю, что здесь его не видно, именно потому, что часть из участников этой церемонии принципиально, по каким-то причинам непонятным, не надели маски. Теперь я покажу вам, как выглядят женщины Котеля. Их немного. И они вот зажигают здесь, у них своя ханукия. Они зажгли пять свечей. И теперь все-таки получается, что, может быть, мечта этих женщин сбылась, потому что мы можем обратить внимание на интересный момент. Вот еще одна фотография, и, судя по надписи, это проходит сейчас церемония зажигания. Среди присутствующих гости из делегаций Бахрейна и Эмиратов. И мы видим, здесь явно стоят женщины. Минимум две женщины можно рассмотреть. Судя по одежде, это либо представительницы Бахрейна, либо представительницы Эмиратов. То есть, несмотря на то, что в официальной церемонии зажигания ханукии, которая точно, я не знаю, где она находилась, может быть, на мужской территории, может быть, все-таки процесс этот проходил на общей какой-то территории. Но мы видим, что в церемонии зажигания женщины участвуют. Но эти женщины не израильтянки и не еврейки, это мусульманки. И вот здесь непонятно, почему нельзя было задействовать и израильских женщин, и женщин, которые относятся к иудаизму, может быть, из разных групп, или даже к коротодоксальному иудаизму. Почему нельзя было задействовать, мне это непонятно. Может быть, вы мне объясните, и что-то тогда будет ясно и мне. Я надеюсь, что это было интересно, познавательно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Лейт Раут. До свидания.